Ну что ж, слава Богу, все у нас запустилось. Наша задача сегодня решим посмотреть про анимационные возможности Майя, в частности, про так называемую динамическую анимацию, что вы уже представляли в будущем, на что ориентироваться при выборе той или иной программы, ну, в частности, Майя или ее конкуренты ближайшие, чтобы уже могли решать всякие разные ваши анимационные задачи. У нас сегодня совсем немного, поэтому по ходу моего рассказа всегда меня может обмазнуть и каким-то вопросом их позадавать в чат, сразу отвечу. Итак, мы с вами все прекрасно знаем, что сегодня без трехменных графиков вообще никак не обойтись. Практически все, что мы с вами видим на телевизоре в плане всех там интересных и спецэффектов, очень многие объекты реальной жизни, все эти там декоративные, красивые объекты, которые уже не делают с руками, сейчас в трехмерном принтере, все так или иначе связано именно с трехмерными объектами, которые должны у нас с вами создаваться, должны у нас с вами красиво текстурироваться, у нас на них должна получать красивая картинка. Этим занимается очень много программ, совершенно разнообразно, начиная от платных программ, а то же самое компания, заканчивая и большим количеством бесплатных программ. Но помимо того, что объекты у нас с вами создаются, еще нужно будет обязательно объекты уметь анимировать, так или иначе заставить их двигаться, потому что уже не всегда хочется увидеть, но, кстати, в трехмерной геометрии хочется заставить наш объект каким-то правильным образом перемещаться, при этом в нашем на выходе получился некий интересный видеоролик. С анимацией тоже очень многие программы работают, связанные с трехмерной графикой, но, естественно, есть ли у них наиболее популярные, наиболее яркие, которые действительно позволяют сделать любые проекты анимационные, связанные с анимацией тем или иным образом. И мы сегодня как раз такой небольшой краткий обзор по основным возможностям динамики, которые есть в наиболее трехмерных программах, собственно, и сделаем. Наверное, в настоящее время самая мощная анимационная поддержка трехмерных объектов есть программа, которая называется AutodeskMine. Программа достаточно известна и популярна, уже долгое время является стандартом трехмерной графики для фильмов, для мультиков, для той же самой видеорекламы. Ну и, наверное, если сравнивать ее с другими программами, по тому же самому моделеву, например, по текстурированию или по освещению Maya, не очень сильно будет отличаться от своих конкурентов, но в плане именно динамики в Maya есть много чего интересного, чего пока что у конкурентов так или иначе нет. Сама все Maya имеет очень большую историю. В свое время она была приобретена компанией, которая называется Silicon Graphics, компанией, которая в свое роде такая, родоначальная вообще компьютерная графика, так или иначе. В свое время, как и первые графические станции выпускали, и как раз вот программа Maya в свое время появилась как такая наиболее мощная программа для анимации, связанная и с кино, и с телевидением. Но уже ближе к следующим годам на Silicon Graphics дела пошли не очень хорошо в плане именно всякоразгенособеспечения и в свое время, в частности, в 2005 году Maya была куплена Autodesk и стала полноценной программой среди всех других Autodesk продуктов. К добру это или нет, на самом деле, все это пока сложно сказать, но пока что вроде все, что происходит в Maya, происходит достаточно неплохо. Хотя, конечно, многие старые пользователи в свое время сильно упрекали Autodesk в том, что стал таким своего рода монополистом в области трехмерной графики, и тем самым некоторым образом заморозил развитие каких-то определенных направлений в этом плане. Но пока что все очень неплохо с Maya происходит. По-прежнему программа очень популярна и очень известна, очень много пользователей пользуются. По-прежнему часто используются программы для создания разнообразных видеокинопроектов. Очень много известных фильмов в последнее время использовали именно Maya для своих спецэффектов. Есть там какие-то последние известные фильмы, то же самое «Лыстин колец», те же самые «Пират Калибрского моря», «Звездные войны». Если говорить про мультики разнообразные, «Шрек», например, тоже создавался с пользой Maya. Это, в принципе, очень известная программа, с помощью которой действительно много-много-много чего интересного в современной видеоролике непосредственно создавался. И как раз одна из причин популярности Maya – это анимация, которая называется «Динамическая анимация». Анимация, с помощью которой можно будет передавать объектам некие физические свойства, заставлять сам компьютер просчитывать, как эти объекты согласно этим свойствам будут на сами непосредственно по экранчику двигаться. Но, естественно, в Maya есть и конкуренты, которые в последнее время очень активно развиваются. Среди них можно будет отметить достаточно интересный продукт программы, который называется «Блендер». Честно сказать, я не очень большой поклонник этой программы. Запускал пару раз. Но на самом деле сравнивать тот же самый интерфейс, Maya, это «Максовский» с «Блендером», конечно, на первый взгляд, немножко все по-другому, чуть, наверное, менее удобно. Но главный плюс этой программы в том, что она абсолютно бесплатная. Программа, которая… То, что обычно называется «Опенсорс», то есть, в принципе, любой пользователь, который захочет как-то внести вклад в развитие программ, может сделать без всяких проблем. Возможно, что программы очень много. Последняя версия «Блендера», которая относительно недавно вышла в 2016 году, получила очень-очень много чего интересного в плане и анимации, динамической анимации, и персонажной анимации, и совсем красивые и правильные материалы у нее стали, и свет намного сильно улучшился в плане именно визуализации. То есть, в принципе, программа очень активно растет. Я думаю, что, в принципе, в дальнейшем она совсем скоро будет составлять конкуренцию китам основным такими трехмерной графики. И действительно, думаю, что уже совсем скоро можно будет совсем сложный проект на основе «Блендера» создавать. Хотя и уже, в принципе, для того же самого «Граделина», например, модели очень неплохо «Блендера» создаются. И если, например, покопаться на «Ютубе», можно будет найти несколько, ну, таких, скажем, условно-любительских видеофильмов, которые создавались на основе «Блендера», то есть, в принципе, программа очень интересная, очень правильная, активно развивается. Посмотрим, что будет в будущем. Я думаю, что действительно совсем скоро уже можно будет сравнивать по возможностям с той самой или с тем, что она максимум. Но у нас в стране «Блендер» на самом деле не очень популярен. Немножко пока что по непонятным причинам, но может быть из-за того, что все-таки достаточно долго у нас было засилие пиратского софта, и люди, конечно, выбирали программу, которая чуть попроще в плане интерфейса и в плане каких-то базовых действий. Но, конечно, то, что программа бесплатная, все равно это очень-очень большой плюс. Еще один конкурент, тоже достаточно известная программа, а компания Maxon называется она Cinema 4D. Тоже что долгое время программа не очень активно развивалась, поскольку в последние годы совсем сильно сделала скачок в плане и моделинга, и в плане той же самой анимации. И уже на сегодняшний момент, наверное, она вполне по ряду возможностей догнала и Max, и Maya. Касаясь моделинга, уже, в принципе, ничего, никаких таких серьезных отличий с тем же самым Максом в этой программе не будет наблюдаться. В плане анимации и в плане особенно анимации динамической есть кое-какие оставания пока что, но судя по динамике развития, программа действительно очень-очень сильно развивается по времени. И совсем вот интересно стало программу использовать в последние годы, особенно людям, которые занимаются видеографикой. Компания Adobe сделала для своей программы, которая Adobe After Effects, официальный модуль, который позволяет сцену, нарисованной в Cinema 4D, напрямую вставлять в After Effects. То есть, в принципе, для людей, которые занимаются непосредственно видеодизайном, это очень-очень полезно, очень приятно, когда сцена ваша целиком, без каких-либо дополнительных сложных просчетов, помещается в After Effects, и дальше с ней, как совершенно обычный слой, вы можете непосредственно работать. Ну, примерно так вот выглядит интерфейс Cinema 4D. То есть, в принципе, если вы хотя бы в краешком глаза видели другие терпиарные программы, все будет очень похоже. Те же самые виды, та же самая анимационная панелька, та же самая панель сбоку со всякими разными там свойствами. То есть, по большому счету, все достаточно стандартно здесь у нас с вами получается. Ну, и применяем те же самые возможности в плане работы с нашими объектами. Есть, естественно, панелька всяких разных базов примитивов, есть панелька разнообразных сплайнов. Добавили, наконец-то, в последней версии нормальную работу с бездвижными линиями, то есть, раньше при рисовании слоев верхних объектов приходилось пользоваться сторонними программами, типа того же сам иллюстратор, потом перебраться все это в Cinema. Сейчас, в принципе, можно будет создавать прямо здесь очень интересную сложность пламени. Ну, и в качестве примера такой вот несложной динамической анимации можно будет сделать, например, ну, для нашего старта объекта обычный текст. Текст можно будет в случае необходимости нам с вами переписать. То есть, очень похоже на стандартный модуль, работать с текстом, как практически во всех программах, так или иначе он будет выглядеть. Выравнив можно будет сделать по центру, что все это правнее было. Шрифт можно будет сделать потолще. Такая вот форма старта будет на самом деле получаться. Текст нужно будет сделать трехмерный, как во всех трехмерных программах. Есть у нас с вами набор специальных команд, которые умеют превращать наши линии в трехмерные формы. В частности, есть у нас замечательное выдавливание, с помощью которого можно будет добавить нашему тексту объем. Один из плюсов Cinema 4D, особенно для новичков, является то, что помимо того, что интерфейс достаточно простой и приятный, сама структура команд, которые применяются к вашему объекту, она тоже достаточно приятная и понятная. То есть у вас обязательно будет отображаться список всех команд, которые вы применяете к вашему объекту. Ну и если мы с вами захотим выдавить наш текст, добавить он толщину, достаточно будет просто наш текст. Вот сам выдавливаем перетащить, и уже он у нас с вами будет такой симпатично толстенький получается. Можно будет здесь настроить параметры выдавливания, сделать свой текст потолще, пускай не 20 сантиметров, а 60 сантиметров. Мы собираемся текст хитрым образом разрушить, чтобы у нас как бы он так развалился красиво на различные отдельные детали. Поэтому включим наше отображение ребрышек, ну и может быть чуть-чуть разбиение сделаем побольше, чтобы у нас с вами побольше было кусочек, на который текст с вами будет разваливаться. Ну и можно будет на нашей торцевой поверхности текста тоже сделать какое-то такое разбиение. Может быть чуть-чуть покрупнее. Такого будет получаться. Ну и плюс у самого текста, чтобы у нас немножко побольше появилось продольных сегментов, можно будет тоже разбить почаще наш с вами текст сегментовыми. Хоть такой текст уже на сами красивый трехмерный будет непосредственно получаться. Мне лишь останется сделать этот текст редактированным объектом. То есть то, что обычно называется в классических программах преобразование объекта, редактируемый межобъект. Чуть-чуть сейчас буду тормозить, потому что русская версия стоит. Немного непонятны некоторые команды, но тем не менее. Да, ну и чтобы, соответственно, с вами совсем разбился на отдельные части, конвертируем его, объединяем в единый объект, ну и все вершины, которые на самом результате наше объединение получаются, мы с вами вместе соединяем. Хоть такой вот уже полноценный трехмерный текст у нас с вами будет непосредственно получаться. То есть то, что обычно называется полигональным объектом, разбитым на нужные полигончики, мы с вами готовим этот текст непосредственно сломать. Идея идеологической анимации заключается в том, что очень много эффектов, которых вы захотите сделать в дальнейшем в ваших трехмерных сценах, сделать руками не получится в принципе. Я могу заставить текст в принципе двигаться по экранчику, вращаться, масштабировать, то есть такие базовые трансформации у нас с вами легко и просто будет происходить. Но я хочу в данном случае сделать эффект, как будто там через мой текст пролетает пуля какая-нибудь, и он так у меня рассыпается на отдельные части. В принципе, при желании можно будет порезть наш текст на отдельные кусочки мелкие, потом все руками растащить. Пока мы с вами понимаем, это будет очень муторно и тяжело. И сделать правильное движение, как будто как бы все в реальной жизни у нас с вами происходит, руками не всегда у нас с вами получается. Как раз задача анимации, которая называется динамическая, придать нашему тексту определенные свойства физические и уже воспользоваться свойствами, просчитать и деформацию объекта, и разрушение объекта. То есть все эти вещи можно уже будет заставить не нас с вами делать, заставить считать непосредственно компьютер. Я смогу сделать свой текст а-ля тканевым. Ткань на самом деле не самая популярная динамической объекта, потому что очень приятно ее бывает и разорвать, и деформировать, значит, прикольно. Ну и, соответственно, говорю, что ты, мой объект, будешь являться тканью. У моей ткани, ну, может быть, чтобы кусочки мои поинтереснее были, чуть-чуть добавят толщину. Сеточку уже уберу, она с вами будет уже не нужна. Ну и не буду дополнительно разбивать никакими сегментами лишними. Пускай вот та сетка, которая у нас с вами первоначально была, она в качестве сетки рабочей останется. Можно будет добавить в наши геометрии тканевые свойства. Ну и, соответственно, первое, что сразу я сделаю, сейчас мы с вами нашу анимацию запустим. Ткань считается уже динамическим объектом, поэтому она сразу некие законы нашего мира реального на себя воспринимает. В частности, сразу наша ткань действует некая гравитация. Если запустить все это на выполнение, у нас с вами наша ткань вниз прилетит под действием гравитации, что пока что на самом деле не нужно. Ну, наверное, начать не будет нужна эта примерочка. Поэтому сразу гравитация. Ноль. Ну и, наверное, ничего больше из базовых свойств нас с вами не нужно будет менять, все остается как есть. Плюс ткань наша готова уже, она ждет своего момента. Нам с вами потребуется объект, который будет нашу ткань разрушать. Вот это наша пуля, которая прилетит и, соответственно, нашу ткань разрушит. Есть у нас с вами специальные объекты, которые умеют так или иначе воздействовать на наши динамические объекты. В частности, аттрактор – один из самых популярных объектов, с помощью которых можно будет наши объекты так или иначе деформировать. Ну, чтобы такой разрыв был немножко более интересен по форме, наверное... Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Чуть-чуть теряюсь. Да, нашел. Соответственно, наверное, форму сделаем в таком виде шарика типа летящего. Может быть, чуть-чуть поменьше диаметром. Ну, или мы сделаем простенькую анимацию. Аттрактор у нас просто будет двигаться по экрану слева направо. То есть изначально он будет где-то у нас здесь располагаться. Запоминаем его стартовое положение. Ну, и в последнем кадре, вот так вот у нас с вами прилетит через наш текст и вылетит с другой стороны. Тоже запоминаем его положение. Примерно такая вот анимация у нас с вами будет получаться. Все, что остается у нас с вами сделать, это прицепить к нашей ткани этот аттрактор, чтобы он ее начал деформировать, как-то, соответственно, ломать. В свойствах нашей ткани есть возможность учитывать дополнительный анимический объект, который у нас с вами будет двигаться по экрану. Ну, и достаточно будет нам этот аттрактор перетащить в нашу ткань. И уже при проведении анимации что-то там будет видно, как у нас что-то такое замечательное шевелится. Ну, единственное, что я подправлю, у нашего аттрактора, как у некой силы, есть еще и своего рода параметры, определяющие силу этого нашего воздействия на наш объект. То, что называется интенсивность. Пускай он будет от себя отталкивать наш тканевый объект, и поставлю силу, и пускай там будет минус тысяча. Ну, и в итоге, если все это проиграть, что-то такое будет уже получаться. Мы с вами лишь сделали наш объект, нужного у нас с вами типа, и у нас с вами совершенно замечательно, этот объект начинает деформироваться под действием некой внешней силы, какая-то такая вот у нас с вами спатичность получается. Плюс дополнительно можно будет нам с вами сказать, что ты, ткань, еще и можешь под действием этой силы разрушаться. То есть есть очень полезная, очень приятная галочка, которая автоматически включает режим разрушения свойств нашего с вами объекта. Ну, и уже в итоге такой достаточно интересный эффект у нас с вами будет получать. Действительно, наш тканевый текст будет неким образом разрываться на отдельной части. Что такое спатичность получается? Легко можно будет в случае необходимости добавить для нашей сцены некую лампочку, которая будет наши кусочки подсвечивать с какой-то определенной стороны. Легко можно будет сделать для нашего объекта новый материал на основе какой-нибудь текстурки. Пускай это был какой-нибудь такой кирпич. И уже у нас с вами такие вот кирпичные буковки будут благополучно под действием нашего отрака разлетаться. Слышь неплохо будет получаться. Это один из моментов, почему Siri мы часто выбираем в качестве такого инструмента создания анимации. Потому что действительно очень многие вещи, которые в других программах делают чуть сложновато, здесь делаются проще. Ну, другое дело, что это определенная простота. Из-за нее как бы отсутствует некий тонкий настроеч, который позволяет совсем сложные и интересные эффекты делать. Но, тем не менее, база витамической анимации, что обычно требуется для тех же самых видеозаставок, когда такой красивый логотип на старт-заставке какого-то там ролика красиво как разлетаясь на отдельной части, для этих сценарий Cinema 4D просто совершенно замечательно подходит. Самый главный плюс – я могу эту сцену спокойно сохранить, как совершенно обычный файл. Я могу параллельно запустить After Effects и просто от свой файл сохраненный из Cinema 4D напрямую, как совершенно обычный футаж, я загружаю. Если про другие программы, которые работают с документной графикой, то же самое Blender, тот же самый Max или Maya, чтобы загрузить какой-то видеоролик в After Effects или там другую видеопрограмму, из-за этих программ приходится действительно считать видео. Мы с вами должны будем в том же самом Max или Maya посчитать анимацию, потом ее в виде именно некого видеоролика загружить сюда. Сейчас я загружаю сюда совершенно полноценную сцену. И прямо напрямую, как обычный слой, у вас эта сцена будет непосредственно загружаться. И уже... Ну, естественно, будет при первом подсчете поторваться, как положено. Первый раз, когда все это посчитается. Уже все будет замечательно сжараться. Сразу напрямую. Сцена. Без каких-либо документов подсчетов. Еще один еще большой плюс. Вот эта вот мода, которая работает с синимскими файлами в After Effects, он поддерживает родную трехмерию в After Effects. То есть можно будет в самом After Effects сделать ту же самую камеру. И объяснить, что ты работаешь не с камерой, которая была в самом синеме CTD, а работаешь с камерой, которая в After Effects композиции. Ну, и в итоге наша родная After Effects трехмерная камера с анимацией, которую можно будет сделать прямо здесь, типа того же самого вращения нашего текста, с другими трехмерными слоями, которые можно будет так или иначе вписывать в наш трехмерный текст. То есть, в принципе, все отлично, замечательно будет получаться. Даже если немного по возможностям, связанных с той же самым динамикой, Cinema 4D уступает той же самой майке. Но вот именно удобство использования ее для последующей обработки в плане именно видеопроекта, конечно, Cinema 4D в данном случае номер один. Ну, судя по тому, как Cinema развивается, я думаю, что в дальнейшем тоже очень много тех вещей, которых не хватает сейчас в самой Cinema, и которая, например, решает с помощью дополнительных плагинов, я думаю, что так или иначе появится и в самой Cinema 4D. То есть, я думаю, что в будущем тоже программа будет вполне достойной программы для не только использования в качестве такого вспомогательного софта для видеодизайна, но и как совершенно отдельное трехмерное приложение с мощной динамикой. Ну, все-таки отчасти Cinema 4D у нас тоже в стране не очень сильно популярна. Один из плюсов программы, еще забыл сказать, сама программа поддерживает не только PC-четный, но и Mac-коп-компьютер, то есть, в принципе, для пользования Mac-а выбор Cinema 4D тоже будет вполне достаточно оправдан. Но все-таки в отдельных ситуациях, связанных с какой-то более сложной динамической анимацией, те же самые жидкости, например, которые у вас должны как-то хитро взаимодействовать между собой, все-таки Cinema 4D у нее пока же таких возможностей нету. Поэтому другие конкуренты посмотрим, майки. Ну и, конечно, нельзя обойти стороной еще одну замечательную программу, откопаемую от ADS, которая называется 3D Studio Max. Так, сейчас лишненько я позакрываю, чтобы все быстрее было у нас. Изначально сам Max давным-давно был один из плагинов под Автокад, который служил для визуализации всяких разных интересных инженерных решений. В свое время он, естественно, превратился в отдельный софт, ну и сейчас это одна из самых популярных трюльмерных программ, с помощью которых можно будет не только создавать геометрию, но и делать под достойную анимацию. Касаем моделин, касаем текстурирование, касаемо светом, большому счету все программы из наших перечисленных, они примерно одинаковые. Занимаясь тем же самым моделированием в Max, и потом, перейдя на мае, вы увидите, что очень много, естественно, будет каких-то повторяющих моментов. Естественно, у той и другой программы есть какие-то тонкости и свои какие-то такие нюансы, но в принципе, в основном, все трюльмерные программы, которые сейчас занимаются именно 3D-моделированием, обладают примерно одинаковыми возможностями по созданию нашей геометрии. Все будет встречаться уже дальше, когда уже начинается у нас с вами будет некая анимация. С анимацией в Max и с базой все тоже достаточно плохо обстоит. Если нужно будет заставить ту же самую красивую нарисованную машинку двигаться по экрану, сделать достаточно будет легко, без каких-либо проблем. Но как только у нас с вами начнется анимация динамическая, здесь уже будут возникать некогда определенные сложности и проблемы. Очень долгое время в Max за динамику отвечал отдельно модой, которая называлась реактор. У него были свои плюсы и минусы, были свои сторонники. Даже на основе этого самого реактора мультики создавали достаточно интересные трехмерные полноценные. Но все-таки реактор сам по себе обладал рядом существенных минусов, и поэтому в свое время его заменили на еще один замечательный модуль, который называется MaxFX, с помощью которого сейчас как раз динамика в Max и просчитывается. Модуль относительно молодой. То есть он, в принципе, появился всего лишь несколько версий назад, и, конечно, он пока что все еще находится в стадии некоторого развития. Но, тем не менее, все нужные базовые вещи, которые требуются обычной динамики, этот модуль делает на самом деле совершенно замечательно. И если сговор идет в какую-то несложную анимацию, в принципе, он справляется также очень хорошо. Попробуем то, что такое несложное дело динамическое. Ну, давайте тоже попробуем тот же самый текст разрушить. В качестве основы у нас с вами будет нарисован обычный плейн. Что бы у нас с вами было куда упасть. Ну, и будет сделан текст. Побольше его можно будет сделать. Текст мы с вами непосредственно выдали. Сейчас, секундочку. Мышка немножко у меня. Карель Лесика барахлит. Да, коллекция совсем отрубилась. Ничего страшного. Ну, в данном случае хочу сделать не такое, как бы рва на тканевый текст. Пускай у меня действительно рассыпятся какие-то такие жесткие, грубые осколки. С разрушением на отдельной части у самого Макса есть некоторые проблемы, но один из самых таких больших плюсов Макса является то, что у него есть практически полноценное запрограммирование, называющееся MaxScript, с помощью которого можно будет писать всякие дополнительные команды и дополнительные действия, которые существенно облегчают жизнь туркмерщику. Вы даже можете не быть большим специалистом в области программирования Макса, а вот этими дополнительными командами легко можно будет пользоваться. Естественно, их можно будет найти в интернете. Есть очень много ресурсов разнообразных, которые специально вот эти вот так называемые скрипты дополнительные под Макс держат. Ну, в частности, один из таких самых популярных ресурсов – это ресурс, который называется скриптспот. Ну, очень интересно, касаемо именно дополнительных возможностей Макс здесь представлено, то есть пользователи на этом самом Максскрипте пишут всякие дополнительные программки и уже с помощью них честно расширяют возможности самого Макса. Ну, в частности, есть уже готовый скрипт, крайне популярный. Который так называется, Fracture, раскол. Все, что вам требуется сделать, это скачать его. Упс, лучше новую версию. Ну, и его я на рабочий стол перетащу, чтобы проще было искать. То есть если скрипт открытся, то он же сам текст на рядах видит, что это будет некая программа, которая действительно с вами позволит уже над нашими объектами в Макс достаточно плохо издеваться. Все, что нам с вами потребуется сделать, это вот эту вот дополнительную команду запустить с помощью специальной команды run script. Ну, и у нас с вами уже будет появляться такое вот отдельное окошко, в котором как раз все настроечки связаны. Упс, забыл про колесико. Все нужные команды связаны со сколом нашего текста отдельной части. У нас с вами будет уже находиться. Сейчас, 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 найду, найду. Нет, не получится. Если вы делаете именно M+, то, соответственно, будет строгая динамика. Другое дело, что можно будет попробовать ее просчитать, и когда она уже станет обычным объектом с ключевой анимацией, можно будет попробовать эту вещь делать. Но по умолчанию, если она у вас остается динамическим объектом, то, соответственно, она динамикой и останется. Здесь какие-то лишние окошки у меня возникают. Ткань и динамика пока что в Максе, ну, не то чтобы совсем плохая, но чуть-чуть иногда хочется немного более качественного просчета, но будем надеяться, что в будущем все совсем будет хорошо и правильно. Итак, касаемо нашего фракча, легко могу свой текст загрузить, сказать, что давай-ка-то раскалились там на 7 частей, ну, и уже благополучно на эти самые 7 частей наш текст будет раскалываться. Такие вот наши кусочки симпатичные будут, схематические получаются. То есть, естественно, это можно будет, на самом деле, так или иначе порушить вручную, но гораздо проще, как мы с вами принимаем, воспользоваться таким вот, такой помощью несложной. Все, что мне остается сделать после этого, объяснить, что ты, мой текст, будешь являться объектом динамическим, на котором будет действовать наша гравитация. Упс, только единственное, что, конечно. Сейчас. А, ну, ничего страшного. А пол у нас будет объектом, на который все это на самом деле будет падать. Это будет статичный объект. Ну, и когда наша аймаца будет запускаться, только почему-то кто-то у меня не упал. А, я промахнулся, его не выделил. Упал и раскололся на отдельный кусочек. Ну, можно будет для большего интереса, чтобы раскол получился посложнее, там, чуть-чуть завалить его назад, чтобы он немножко на самом деле так осыпался поинтереснее, и что-то такое будет на самом деле получаться. Даже если наши кусочки долетят до края нашей с вами земли, то они честно у нас упадут вниз, и уже улетят в виртуальную бесконечность. То есть, в принципе, все достаточно неплохо с вами просчитывается, все очень неплохо выходит. Основной минус именно динамической анимации в матче заключается в том, что весь просчет нас с вами идет именно с помощью этого модуля MassFX. Если у меня будет на сцене еще какая-то анимация дополнительная происходить, то чтобы мне уже действительно можно было совместить мою анимацию, посчитанную с помощью MassFX и анимацию, которая сделана непосредственно руками, нашу динамическую анимацию нужно будет типа применить к нашему трехмерному объекту. Я буду вынужден выделить все свои трехмерные объекты и сказать, что давай-ка ты анимация, рассчитаешься. Есть специальная команда, которая называется bake, типа запечь анимацию, команда, которая реально применяет нашим трехмерным объектам динамическую анимацию и все это превращает в реальные ключи анимации. На выходе у вас вся динамика будет превращаться непосредственно в обычную анимацию ключевую. Неудобство, главное, заключается в том, что если вдруг вам что-то не понравилось, вам нужно будет этот просчет отменить, задать какие-то новые стартовые условия на анимической анимации, потом заново все это прочитать. То есть, в принципе, как раз вот то, что у нас с вами по факту анимация получается не совсем такая интерактивная, требующая некого предварительного просчета, это на самом деле достаточно неудобно в данных случаях. Но, тем не менее, в большинстве своем задачи связаны именно с движением таких вот твердых объектов, плюс ткань, которую также можно будет на самом деле в Максе достаточно неплохо имитировать, позволяет и динамику в Максе очень даже активно использовать. Может быть, не для совсем сложных сцен, но, тем не менее, соответственно, для ряда объектов с не очень сложной анимацией динамикой подходит совершенно замечательно. Еще один существенный минус нашего Максофрикса. Есть в трехменной графике замечательный объект, который называют частицы патихуэ, с помощью которых имитируются разнообразные вещи, типа той же самой воды, огня, взрыва, всяких красивых дыма. Так вот, частицы, которые есть в Максе, они пока что никак в динамике не могут быть напрямую прикручены эффективно на 100%. То есть тоже будем ждать, пока такая возможность, я думаю, что и рано или поздно в Максе появится, ну, судя по тому, как все сейчас развивается. Поэтому тоже думаю, что в дальнейшем динамика будет очень-очень даже в Максе ничего. Но все-таки иногда хочется получать немножко более сложные анимационные сцены, хочется, чтобы динамика была частью вашей анимации реальной, которая у вас на сцене будет происходить. Хочется, чтобы у нас с вами и ткань снялила более-менее хорошо, чтобы, например, если у вас будут какие-нибудь хитро-волосатые объекты, чтобы и волосики правильно реагировали на движение того же самого нашего персонажа, и чтобы эти волосики также реально взаимодействовали с другими трехмерными объектами, и шибая в случае необходимости как-то хитро-плита, и чтобы все это у нас с вами с водой правильно имитирует, чтобы объект, падая, например, в воду, правильные волны автоматически генерировал, без каких-либо дополнительных сложностей команд. Всем этим обладает программа, которая называется Autodesk Maya. Программа, которая, наверное, в настоящее время обладает самой, наверное, мощной динамикой из таких наиболее популярных трехмерных продуктов, и которая действительно позволяет нас с вами создавать очень интересные трехмерные сцены, которые будут сразу совмещены с вашей реальной анимацией. Анимация в Maya, точнее, анимацию Maya поддерживает любую абсолютно, которая только вообще есть в природе. Это и ключевая анимация, когда вы сами заставляете, ваш объект двигаться определенным образом. Это анимация и программная, когда вы будете писать всякие математические выражения и программы, которые будут заставлять ваш объект так или иначе двигаться и меняться. И анимация динамическая, когда вы будете наделять ваши объекты определенными свойствами физическими, типа той же самой массой, и ваши объекты правильно будут все это непосредственно просчитываться. Снова лишнее позакрываем. В качестве примера открою простенький трехмерный объект. Такая вот миленькая машинка. Машинка разбита на несколько частей, естественно, сам курс машинки, сам, соответственно, колесики отдельные объекты. И пускай эта машинка у нас с вами будет двигаться по какой-то поверхности. Ключевая анимация в мае, она очень похожа на ключевую анимацию в других программах. Давайте я сейчас, пожалуй, поставлю нашу машинку в начало нашей земли. Хочу, чтобы корпус моей машины двигался по экранчику. Ну, чтобы колесики у меня двигались вместе с машиной, я, естественно, колесики к своей машине привяжу. Во всех программах есть подобные команды, которые привязывают объект друг к другу, чтобы можно было в случае необходимости уже при движении нашего одного объекта заставить, чтобы другие объекты двигались. Ну и в нулевом кадре машинка стоит здесь. Можно будет запомнить положение нашего автомобиля в этом месте. Один момент, который мне очень сильно нравится в мае, это как раз эти вот настраиваемые вкладочки замечательные, которые называются Shells полки. Очень удобно то, что многие команды, которые наиболее часто вы используете в своей работе, на эти полочки можно будет выцепить, и очень удобно их потом можно будет доставать. То есть один из плюсов мае, почему очень часто люди, которые постоянно работают с трехдневной графикой, выбирают именно мае для работы, как раз с помощью вот этого нашего мае, можно будет, из-за программирования, который в мае присутствует, можно будет настроить интерфейс под себя каким угодно образом, совершенно изменить и расположение палитр, и добавить на собственные палитры, и это будет происходить немножко проще и удобнее, и быстрее, с большими возможностями, нежели в том же самом Максе. Ну так вот, соответственно, положение у него объекта в этом месте будет здесь, запомнили, ну и в последнем в сотом кадре, ну пускай не в сотом, пускай в сотом кадре, моя машинка куда-нибудь вот сюда вот приедет, положение будет здесь. Ну и наш автомобиль смело уже по нашей дорожке будет двигаться, все отлично будет получаться. Естественно, там будут работать любые изменения, которые у нас сами будут последствия с нашим объектом. Без всяких проблем могу взять свой объект, и вот здесь вот в последнем ключике не только его сдвинуть, но еще там заставить как-то повернуться, типа он у меня в занос уходит. Чуть подальше. Упс, сори, не запомнил. В занос уходит. Ну и там чуть подальше, еще немножко сдвинуться, и как-то вот так повернуться уже. И тоже положение запоминаю. Ну и подготовили наш объект для того, чтобы он уже у нас с вами в такой занос, соответственно, пошел. Сейчас, секундочку. Занесло нашу машинку, и она у нас так... Ну, немножко ключ потом анимации сделаю подальше, как-то она так слишком уж быстренько все это делает. Обычная ключевая анимация. Сами определяете, наш объект находится, что с ним будет непосредственно происходить. При этом, как мы с вами прекрасно понимаем, наши колесики должны у нас с вами крутиться. Упс, сейчас. Наш объект двигается, но сейчас мне придется мои колесики выделять вручную, их, соответственно, вручную непосредственно поворачивать. А это бывает не всегда удобно. Поэтому я могу с помощью несложных выражений, с помощью неких таких несложных программных формул, заставить мой колесик крутиться автоматически вместе с моей машиной, чтобы себе немножко жизнь облегчить. Сделать это достаточно несложно. Для любого из наших объектов есть такое понятие, как выражение специальной команды, которую мы сами можем пописать, и составить некую зависимость от движения нашего автомобиля с вращением нашего колеса. У меня моя машина двигается по оси Х. Мои колесики при этом крутятся, если посмотреть, они должны у меня крутиться по оси Y. Я честно говорю, что ты вот колесо. У тебя колесо будет задаваться специальное выражение. Где ты? Твой угол поворота по оси Y будет равен смещению нашей координаты X нашей машинки с каким-то определенным коэффициентом. Ну, как, если вспомнить школьную математику, разговор сейчас на самом деле идет про поворот нашего круглого колеса на определенный угол и какое расстояние при этом на самом деле от колесика проедет по земле. То есть на самом деле нужно будет найти длину сектора, который на самом окружности будет за определенный угол прибегать. Поэтому моя машинка называется RAW ADSTER и у моего ростера есть смещение по оси Х. Ну, это все умножено на 5, например. Выражение создалось. Смотрите, пожалуйста, когда машинка начинает ехать, колесо начинает крутиться. Достаточно простая формула из школьной физики, но у нас при этом, как только начинает свою машинку двигать, у меня колесико начинает крутиться. Очень удобно то, что двигается машинка быстро, колесико вращается быстро, медленно, оно, соответственно, будет медленнее. Сейчас мы с вами привязали таким вот несложным образом наше колесо, движение нашей машины, и у аниматора одной головной проблемы будет меньше. Не нужно будет сам анимируя колесо, они сами на сами вылезут. Ну и останется только наши остальные четыре колесика также сделать. И второе колесо у меня будет также вращаться, и третье колесо у меня будет также вращаться, и четвертое колесо у меня будет также вращаться. Ну и в итоге наша машина с теми получается правильно, все четыре колеса, колечки на сайте крутятся, все уже будет получаться по-настоящему пожилому. Фактически с помощью нашей анимации, обычной ключевой анимации динамической, очень много еще интересного можно будет делать, но одно дело, когда моя машина двигается по прямой, и там немножко в конце она у меня будет заваливаться в сторону. Другое дело, когда нужно будет сделать что-то наподобие того же самого нашего заноса, когда наша машина начнет кувыркаться под действием заданной силы, и сделать все эти кувырки руками будет на самом деле немножко тяжеловато. Ну, более простой пример. Нужно будет сделать анимацию прыгающего мячика. Я, конечно, могу потратить определенное время, там, сделать очень неплохую имитацию такого прыгающего мяча, чтобы он сам на самом деле отпрыгивал, чтобы там у него прицепенно амплитуд засдухало. Руками все это будет происходить очень долго, очень муторно. Нужно будет попасть там в правильный фаз движения нашего объекта. Поэтому гораздо проще воспользоваться тем, что называется динамическая анимация, когда у нас с вами программа наделяет наш объект какими-то реальными свойствами, и уже за счет этих свойств будет на самом деле просчитываться простенькая физика движения наших объектов. Первая плюшка майской динамики, по сравнению с другими программами. Динамик у нас с вами будет полностью интерактивным, просчитываясь прямо на самом экранчике май. Все очень будет похоже на то же самое Макс или на то же самое Синема. Ну, конечно, немножко по-другому будет наша команда называться, но сама логика будет у нас с вами примерно точно такая же получаться. Я легко могу сделать свой пол объектом... Сейчас. Секундочку. Сейчас, секундочку. Выско-выско. Все. Итак, могу сделать свой пол легко объектом опорным, пассивным, чтобы он, соответственно, об него все объекты, которые будут вывести на сцене, благополучно отражались. Ну и в плане такого общего применения нашей динамики могу создать обычный шарик, поднять его на определенную высоту, сделаю шарик побольше. Могу сделать свой шарик объектом подвижным, то, что называется активным объектом. Мне достаточно будет повесить на этот шарик силу, ту же самую гравитацию, ну и после этого просто нажимаю на кнопочку play, и мой шарик начинает падать вниз под действием гравитации. Начнем, соответственно, подпрыгивать, отражать. Ну, не хватило 200 кадров, но все, соответственно, так у нас с вами будет происходить. Чуть-чуть падает у меня он тормознуто, сделаю силу гравитации побольше, чтобы у него все это воздействовало. Еще побольше. И вот мы так с вами замечательно прыгаем. Очень удобно то, что если, например, у меня вот эта вот основа будет как-то вот так под углом наклонена, мне ничего не нужно будет как-то в максе перепрочитывать. Я беру просто вживую свой объект, наклоняю, нажимаю на кнопочку проигрывания, и мой шарик совершенно замечательно по наклонам пояса начинает прыгать. И падает вниз как положено. Отлично получается. Ну, примера. Немножко больше динамиков с вами чуть попозже посмотрим, давайте с нашей машинкой разберемся. Хочу, чтобы машина, естественно, что-то такое пошибала с собой. Не зря мы ее пустили в управляемый за нос. Ага. Чуть-чуть пониже землю опущу, чтобы наш объект в друг не пересекались. Я могу свою машину тоже сделать динамическим объектом. Идея заключается в том, что Maya очень умеет хорошо совмещать динамику и обычную ключевую анимацию. В свойствах моего динамического объекта есть замечательный параметр, который позволяет, в случае необходимости, до какого-то момента использовать именно анимацию ключевую, а после какого-то момента использовать анимацию динамическую. Вот у меня где-то вот досюда мой объект летит, а вот, например, на 109 кадре я хочу, чтобы стал у меня уже объект динамическим и под действием набранной скорости полетел непосредственно в то направление, которое мы с вами движением заднем. Есть замечательный свойств, который как раз показывает на самом аниме динамический, на 108 кадре. Говорю, что ты объект... Будешь неактивным объектом, а на 109 кадре ты унастанешь объектом активным. Вот это переключение в момент бросания нашего объекта, ну типа, взяли нашу машинку в руки, вот так и благополучно размокнулись, и потом смотрим, что с ней дальше будет происходить. А с ней дальше будет происходить следующее. Едет, 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 разворачивается, ее заваливает. И дальше под действием той набранной скорости, которую она с вами получила, она у меня замечательно в динамик летит. Ну, правда, сейчас наша машинка летит немножко вакууме, а так невесомости прилетела куда-то в сторону. Но можно будет, естественно, нашу машинку без каких-либо сложностей и проблем привязать к нашей гравитации, сказать, что ты машинка, на тебя будет действовать гравитация. Ну и в итоге, когда она с вами уже будет отрываться от Земли, то есть колесик крутится, все как положено. Эх, маленькая скорость, не хватило нам ампультует движения, то есть хоп, и обратно встает на колесике. Ну, по факту, можно будет обратно силу гравитации сделать поменьше. Тогда, я думаю, что чуть-чуть по собой наша машинка будет двигаться. Давай, 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 давай. Да, ну и перевернулась, дальше, соответственно, полетела. То есть это, на самом деле, очень прикольно, то, что вы сразу видите вживую, как у вас объект двигается, обычная анимация, динамическая анимация, меняет прямо на экранчике нужные свойства того же самого нашего движения, и, соответственно, уже нам саймай показывает, как все это будет двигаться в реальном времени, как все это будет непосредственно происходить. Ну, по факту, конечно, можно будет сделать скорость движения нашей машины чуть-чуть побыстрее, Могу ключик анимации сделать в два раза короче. Вот, сейчас. Ну, и, соответственно, да, сейчас только заново проанимировать нужно будет свойства наше динамическое. Уже наша машинка будет в другом кадре отрываться. Сейчас, секундочку, что-то у меня не все параметры перетащились. Сейчас не будет так скорость менять, слишком много еще придется, соответственно, подправить. Но, в принципе, это можно будет сделать, естественно, то есть перетащить ключики анимации, и все нормально будет на самом деле непосредственно получаться. Просто машинка летит в пространство, это немножко, конечно, неинтересно. Поэтому давайте и реграду простенькую сделаем. Обычный кубик. Например, в том месте, где она у нас с вами будет пролетать. Да, ну, где-то здесь. Уже непосредственно такие баррикады построим. Один бокс. Чуть поярче его сделаем. Копия бокса. Еще одна копия бокса. Еще одна копия бокса. Ну и второй этаж построим. Все эти объекты на самом деле тоже будут динамические. Есть такой совсем удобный способ присвоения динамика к объекту. То есть если у вас есть какая-то определенная сила на сцене, типа тоже самая сила гравитации, вам будет достаточно нужный объект выделить, сказать, что на вас кубики тоже будет гравитация действовать. И автоматически наш объект становится динамически сразу, с нужными определенными свойствами. Ну и в итоге у нас такой вот будет получаться... Слушай, если я все прощу. Немножко совсем отваливается. Что-то такое будет получаться. Опс, один кубик не зацепил. Ну ничего страшного. Машинка едет и наши кубики... Да, ну только немножко как-то так не солидно у нас она врезается. И чуть не солидно наш кубик разбивает. Можно будет нашей машине сделать чуть побольше массу, чтобы она такая была у нас тяжелая. И уже... Все нормально, что она будет разлетаться. По факту сделать такую анимацию руками будет крайне тяжело. А здесь у нас с вами фактически все за нас считает сам компьютер. Мы же задали нашу объекту определенные свойства, которые с самой массой. Задали некую стартовую скорость, по действиям которой наша машинка начинает соответствовать двигаться. И уже все остальное у нас сам компьютер рассчитывает, все достаточно плохо получается. Есть, естественно, масса примеров, когда только с помощью динамики можно будет сделать всякие интересности и всякие паралленности в плане именно анимации объектов. Давайте еще какой-нибудь такой-то несложный пример, что сделаем. Тоже классический пример. Часто видите в разнообразной рекламе подобные вещи. Будет у меня сделан обычный плоскость с качества основы. Будет у меня сделан обычный кубик в качестве нашего рабочего объекта. Он будет такой у меня длинный, будет вытянутый. Ну, может, не настолько вытянутый. Тоже его для удобства окрашу в цвет. Ну, и после этого начинаю свой кубик буквально дублировать. Дублирую, дублирую. Этот кубик у меня будет поворотный. Этот кубик у меня будет еще поворотный. Ну, и также в обратную сторону. Все это благополучно поварточили. Такая у нас с вами будет стартная диспозиция. А дальше все по сценарию. Это у нас с вами будет пассивный объект, который пол. А вот эти объекты будут двигаться под действием гравитации. Повешенный их наш гравит, гравитацию. Ну, правда, сейчас наши объекты остались стоять на месте. Ничего не будет происходить. Еще один из каких-то таких моментов, очень приятных нашей динамики, в том, что если вдруг у вашего объекта была какая-то предыстория, то типа он не просто у вас на сцене возник динамический или такой статичный, а типа он до начала вашей сцены как-то двигался по экранчику. Есть наше распоряжение замечательный свойство, которое называется initial start-возначение. То есть некие стартовые скорости, стартовые группы ворота. Легко могу заставить свой объект по оси X. Наверное, это будет минус. Проще с той стрелкой запрутиться. И если у нас с вами будет сделана какая-то стартовая скорость, он повернулся, упал, и все остальные кубики у нас с вами... Упс, не хватило немножко анимации. И все остальные кубики тоже начинают на с вами падать. То есть сделать такую сцену руками никогда в жизни не получится. Здесь создали некие стартовые свойства, получают достаточно прикольный ролик. Но осталось только все отчетерировать, отвизуализировать и посчитать видео, чтобы потом где-нибудь обработать, потому что самое в Телефекте. И уже все у нас достаточно интересно будет получаться. Динамика. Вопрос с каким-нибудь на этом этапе. Ну, отлично. Обычно объекты, конечно, хорошо и замечательно. В принципе, как вы сами видели, можно использовать достаточно сложную геометрию, сделать динамическую ее. И, в принципе, если будет не очень сложно аниматься, прямо живую, без всяких тормозов, нас с вами Майя все это посчитает. Однако иногда хочется нам с вами управлять движением не одного объекта, а очень большого количества объектов. Ну, типа те же самые капельки нашей воды, которые будут на самом деле лица, и которые должны будут непосредственно на что-то такое интересное воздействовать. Очень важную часть динамика занимают так называемые частицы, с помощью которых как раз все эти вещи у нас с вами будут создаваться. Вообще частицы и разные такие газо-водные эффекты – это одна из самых главных фишек Майя, особенно в последних версиях, когда у нее появились новые механизмы для просчета тех же самых водных эффектов. Очень красивые, здоровские, позволяющие уже сложные водные эффекты делать. И очень приятно то, что все вот эти эффекты, все вот эти вот наши, ну, так или иначе, частицы, они у нас с вами получают динамические, они на них могут поддействовать определенные объекты, они могут поддействовать на определенные объекты. Ну, в частности, можно будет создать специальный объект, который по традиции называют эмитром, из которого у нас с вами такие вот частички замечательно полетят. По умолчанию частички у нас не очень сильно ярко выражены, но можно будет сказать, что давай диковые частички будут не такими точками, но можно будет сейчас, по крайней мере, чтобы было все заметно и видно, сделать эти частицы теми самыми шариками. У нас с вами такие вот шарики. будут лететь из этого самого эмитра. Причем можно будет, естественно, сделать эти шарики тоже каким-нибудь правильным цветом. Синенькие. Сейчас частицы летят на сами во все стороны, но можно будет, естественно, задать им какое-то определенное направление. Можно будет сказать, что вы частицы летите по определенным направлениям, и пускай как-то вот так вот по диагонали вверх они у меня будут лететь. Типа по оси Y и по оси Z. Ну и такая вот струйка у нас с вами полетит вверх. Мне очень интересно смотреть на совсем такую тоненькую струйку. Здесь в ней есть всякие настройки, связанные с разбросом так называемых, то есть так называемым разбросом. То есть действительно можно будет заставить на частичке, но переборщил немножко, чуть-чуть фонтанчик сделать поспокойнее. И скорость движения сделать побольше, чтобы они у нас с вами как-то вот так летели. Естественно, можно будет количеством управлять, естественно, сделать там немножко по... Сейчас. То есть можно будет сделать, если поставить на частичку побольше, материал сделать правильно, даже на основе таких простых шариков можно делать неплохую имитацию нашей клички. Самое что приятно, это частицы у нас с вами уже динамические объекты. И я свои частицы выделяю и говорю, что вот на вас, частицы, действует та же самая гравитация. Вешаю на нее гравитацию, наша система частицы. И уже у нас с вами наш фонтанчик будет... Под действием гравитации падать вниз. Что совсем все было у нас с вами интересно, можно будет сделать для нашего фонтанчика некий объект, который наша вода должна крутить. Ну, какое-нибудь такое колесико а-ля мельничное. Можно будет сделать несложную старту геометрию виде цилиндра, можно будет, естественно, правильным образом ее повернуть на 90 градусов. Немного попроще сделать нашу геометрию. Понятно. Очень попроще сделать нашу геометрию. Ну и для нашего объекта вот эти вот лопасти простенькие делать. Видите, если там сравнить тот же самый моделинг с Максом, все будет почти похоже. Хоть такое вот у меня будет, крутительное такое колесико будет получаться непосредственно. Сейчас я сделаю этот объект динамическим, то есть повешу на него ту же самую гравитацию. Он, естественно, будет у нас падать вниз по действиям на гравитации, и ничего толкового не будет, естественно, происходить. То есть мой цилиндр, гравитация, и он даже ни с чем не за действие вот так на самом низ пролетит. Но в общем удобно то, что есть на самом динамике естественно всякие разные, ну, как обычно называют их, ограничители, констрейнты, которые позволяют сработать движение наших объектов, ограничивать. Я могу прибить свой объект гвоздем в какую-нибудь там точку или там повесить на каком-то канате. Ну, в частности, самый простой вариант для нашего колесика, я его нейлом, гвоздем прибью. Прибью его и закреплю с одной стороны, прибью его и закреплю с другой стороны. У меня будет получаться мое колесико, висящее на таких вот двух ограничителях. Ну, сейчас пока что не будет на самом частичке с этим колесико взаимодействовать, но я могу сказать, что ты, объект, будешь взаимодействовать с частицами и могу заставить свои частицы с этим объектом сталкиваться. Ну, и в итоге все крутится. То есть, конечно, возможность того, что бы частицы наши, которые мы с вами создаем, достаточно неплохо взаимодействовали с реальными объектами, это на самом деле очень прикольная штука, которая действительно позволяет нас сами ту же самую водичку красиво сделать, которая будет с реальными объектами сталкиваться, и все очень неплохо будет на самом деле возникать. По факту, с помощью частиц можно совсем интересную вещь делать. Даже если говорить про динамику, если нужно будет просто сделать красивый эффект того же самого огня или того же самого дыма, есть, например, распоряжение мая, частицы, которые на самом деле даже совсем частицы, а скорее такие интересные рисовательные средства, с помощью которых можно очень неплохо разнообразные эффекты взрывов и дыма делать. В частности, что-то типа такого, например. Сейчас, секундочку. Не работать с вами кнопочкой мышки неудобно. То есть сам по себе объект представляет собой достаточно такую конструкцию, даже плоскую конструкцию. Или что-то там такое плоское, интересное происходит. Но с определенного ракурса, если на все это смотреть, наши частицы будут очень неплохо имитировать такое поведение а-ля взрыв. Ну и на самом деле на визуализации все достаточно недурственно будет на самом деле получаться. Вполне настоящий объемный взрыв, который с помощью такого плоского контейнера с так называемыми флуидами у нас с вами будет непосредственно получаться. Ну и немножко более сложные эффекты. Самое главное, чтобы посчиталось все хорошо. Будем надеяться, что хватит возможности к нашему компьютеру. Сама по себе исходность цены достаточно простая, такой стеклянный стаканчик и, соответственно, объект, из которого что-то там такое хитрое выливается. Попрятали. Правда, уже вот эти вот наши элементы, из-за того, что они будут на самом деле действительно посчитывать очень сложную физику, они могут немножко подтормаживать при просчете. Сейчас, секунду. Что это мы не хотим считаться? Ну, немножко. Не хватает. Да, чуть-чуть, потому что машина. Ну, идея заключается в том, что реально вот эти вот частички в виде такой красивой жидкости у нас с вами будут выливаться в стаканчик и будут, соответственно, стаканчик заполнять. Сейчас попробуем срединку посчитать. Да, ну что-то такое, чуточку сцены нехорошо получилось. То есть, в любом случае, динамика неплохо очень просчитывается, может чуть-чуть потормаживать все при просчете. Но действительно, всякие разные газо-жидкостные вещи, они очень неплохо в майоризовании. Если даже брать не динамику, а просто обычные водные эффекты, то есть очень интересная возможность сделать ту же самую обычную водичку. Ну, что-то типа такого вот. То есть, по сути дела, это стандартные объекты майорские, которые так называются, Ocean Ocean, и, соответственно, уже при визуализации будет получаться достаточно неплохая водичка с автоматически разбегающимися волнами. То есть, в принципе, тоже какая-то физика интересная будет непосредственно получаться. И все это в самой программе, без всяких дополнительных модулей, без всяких дополнительных плагинов. Действительно, с помощью динамики не только движения обычных объектов, но и же такое сложное взаимодействие разнообразных жидкостей, разнообразных газов с нашими трехмерными объектами с помощью динамики очень интересно можно будет непосредственно получить. Так что, если вдруг планируете действительно создавать интересные анимационные ролики, в которых не просто будут двигаться наши объекты, объекты будут нас с вами еще и взаимодействовать и между собой, и взаимодействовать с разнообразным набором классических эффектов типа того же самого дыма, огня, либо воды. Конечно, Майя в настоящее время, наверное, это единственная программа, которая сразу без каких-либо дополнительных расширений и модулей позволит нам все эти вещи правильно и красиво просчитать. На выходе получился ролик, который практически никак не будет нас с вами отличаться от каких-то реальных эффектов, которые у нас с вами в реальной жизни происходят. Вопросы какие-нибудь? Опс-опс-опс-опс-опс, сори-сори-сори. У меня немножко что-то компьютер лаганул, вопрос ваш не видел, что появляются. Так, так. Сама ткань, которая вот масс-эффиксская, она на самом деле, но ее может водействовать в объект, и она может водействовать на объекты, но если это будет именно масс-эффикс ткань, с помощью вертыш-халлеров, никак ее свойства не сможешь задать, сто процентов. То есть вы хотите получить, чтобы с одной стороны это была и динамика, а и с другой стороны, чтобы можно было таким вот образом дополнительно деформировать. Честно сказать, не пробовал ни разу. Я попробую. Напишите мне на почту письмецо пустое, посмотрю, можно увидеть, что получится сделать. Но просто если остается сам модуль по себе масс-эффикс, скорее всего, никак на него, на других способах водействовать не получится. Так, выражение для Майи. В принципе, совсем, чтобы в свободном доступе не встречал. Видел несколько раз на разнообразных торрентах, просто коллекция, они так называли, скрипты для Майи, но там была подборка пользовательская. Люди сами, соответственно, собирали, все это выкладывали. На том же самом деле, в рутрекере я видел скрипты. Вот именно, чтобы в свободном доступе не встречал. Если брать тот же самый скрипт-спот, то там, да, там только, соответственно, трендмасские сутки. Да. По майским скриптам не встречал. Субтитры сделал DimaTorzok